Такое вот у нас доброе утро, причем Арина нашла где-то агрозак яблока в кровати, мы с ним спали А почему ты, кстати, нас спихивала? Я вас не спихивала, просто Арина меня толкала. Арина, с кем ты лежишь, расскажи, кто у тебя есть? Арина, вынь яблоко, расскажи, кто рядышком? Это кто там? Папа, а это кто? Брат, а это у тебя кто в руках? Нет, вот это кто? Мяу у тебя? Папа, ба и мяу у тебя, да? А, там еще у тебя котик есть? Да, и вот еще И тут еще, понимаете, каждое утро у нас вот такая вот картина в кровати, причем это пол кровати, а это мои пол кровати, но на самом деле Ой, с давно меня пихают Ну, опять у нас паспорт начался как-то Да, надо прибраться Меня придавливали И солнышко Солнышко, весна пришла, почему-то и не пришло Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Потому что она вырывает эти документы из рук! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 и посмотрите, ой, мне совсем не идет, и смыть, но у меня нет времени перекрашиваться полностью, поэтому я такая, ну что, была не была, сегодня красимся оранжевыми. Мне даже нравится. И, кстати, вот этот способ нанесения теней, форма, это самое оптимальное из того, что я могу воспроизвести за визажистами и то, что подходит к моим глазам, потому что у меня нависшие веки, и один глаз нависает больше другого. Я сделала вот так вот, взгляд был по открытым, но нет, я вот так вот жму, никакую полифаропластику делать не собираюсь, хотя мне, кстати, предлагали по бартеру, сказала, свет, 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 вот, поэтому просто крашусь, и вот, когда вот так вот наносишь, это визуально раскрывает глаз, делает его немного больше, и обычно тенями своими привычными, такими, ну вот коричневыми, бежевыми, я крашусь именно так. Просто здесь ярко видно, какая форма, растушевку, может, можно было бы сделать в уголках, но я не мастер макияжа, у меня не получается растушевку, у меня получается, что я все размазываю на висок, и это смотрится некрасиво. Поэтому делаю, короче, как умею, периодически смотрю какие-то мастер-классы по тому, как красится, но это лучшее из того, что я смогла воспроизвести. И, кстати, я еще смотрела, искала, никак не могу найти, может, вы подскажете. Вот у нас у всех разные типы лица, например, у меня лицо больше стремится к прямоугольнику, когда челюсть и лоб примерно одной ширины, у меня чуть-чуть уже челюсть, но все равно общий вид, это как бы такое прямоугольное лицо. Почему это важно? Когда солнечные очки подбираешь, надо под форму лица подбирать, учитывая особенности. И также прически разные идут. Вот такому типу лица, как у меня, идут как раз кудряшки, минимальная длина, это как я делала каре, то есть, если сделать вот так, сразу подчеркивается форма лица и становится менее утонченная, а так уже лучше, баланс больше. Идут челки, я даже как-то подумала, может, челку сделать снова? Ну, наверное, нет. Это я просто подумала. Вот, но я пытаюсь найти, какие собранные прически подходят моим типу лица, потому что мне надоели эти прически собранные, которые я умею делать, их раз-два и обчелся. И они не все мне идут, я это знаю. Но это то, что я умею. Например, там гладкозализанные волосы, это вообще абсолютно не мое, я сразу очень негармонично выгляжу. И я нигде не могу найти, вот чего я сутулись. Вот смотрите, опять вот, хочется сидеть вот так, так в камеру не влезает. Я нигде не могу найти подборку, где бы было указано, какие прически собранные подходят под мой тип лица. Везде гайды всякие, там, статьи о том, какие стрижки подходят разным типам лица. А какие собранные прически нигде нету. А хочется чередовать, потому что, ну, голову помыла, конечно, у меня кудряшки, а на следующий день я не хочу каждый день мыть голову и укладывать. Времени на это нету. Хотя, до появления детей я каждый день укладывала волосы. То есть, просто мочишь волосы, не обязательно мыть их, там, шампунем, намочил и получаешь кудряшки. Вот, но сейчас я делаю в основном через день, иногда через два дня. И как-то их там собираю. Короче, если кто-то знает, где найти такую инфу, то напишите, пожалуйста, где, потому что меня эта тема интересует, по этой теме я тоже смотрю всякие курсы, которые есть в открытом доступе, пока еще ничего не приобретала, приобретаю только по теме здоровья. Вот, но если я вдруг найду какого-то стилиста, например, кто прям объемную информацию на эту тему дает, я с удовольствием поучусь. Потому что хочется как-то развиваться во всех направлениях. Так, что мне сейчас надо сделать? Загрузить обложку для блога, разобрать то, что высохло в сушилке и запустить снова стирку. Да, и сегодня мы придем гулять на ближайшую площадку, потому что погодка так себе и желания нет особого куда-то идти. Вот. Будем развлекаться на площадке. Вот о чем я говорю, вот эти вот площадки, блин, находишь. И Арина еще очень маленькая и надо ее все время контролировать. То есть нельзя сесть на скамейку и сидеть заниматься своими делами, как с Артемием. Такой вариант меня устраивает. Я летом сел, сидишь себе, работаешь, читаешь, слушаешь, смотришь. Вот. А тут приходится просто за ней по пятам ходить, потому что, ну, чтобы никто не ошибся, чтобы она сама не упала. Еще пару лет это будет. Так точно. Я слышу, что они, они договели, его надо смазать, он почему-то стал скрипеть. Вот, кстати, возобновила чтение, показывала вам эту уже книгу, причем достаточно давно. Вот, честно скажу, стала читать, 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 четверо прочитала и забыла, забила, не стала дочитывать. Сейчас заново, прямо сначала начала и вот по вечерам сижу, когда время есть, время, желание, настроение и читаю, хочу ее прочитать. Это книга о том, как правильно инвестировать. Меня это интересует не только с точки зрения того, чтобы научиться именно как делать инвестиции, покупать акции, но и просто, скажем так, мыслить как богатый человек, потому что я отстаю в этом плане от своего мужа, потому что когда мы разговариваем о том, как правильно вкладывать деньги, я говорю там, ну, грубо говоря, условно, есть свободные 10 тысяч рублей, я говорю, классно, давай закинем на автокредит. Он такой, а давай мы лучше это вложим в бизнес и через 3 месяца мы получим в 3 раза больше денег и закинем на автокредит. А эта же сумма останется крутиться в бизнесе. То есть он мыслит вот так вот, а у меня так не получается. Я вот все где-то там колупаюсь в мышлении людей, которые вот заработал зарплату, копеечку отложил, кредиты закрыл и сижу, о, 3 рубля осталось, как хорошо. А он прям вот, в него это заложено. И причем, знаете, что самое интересное, он с детства был таким. Но, мне кажется, в советское время так почти во всех семьях было, вот эта жилка, бизнес-жилка, она не поощрялась. Ну, то есть как вот, допустим, продавцов называли, торгаши, там, спекулянты, да, вот кто вот что-то там перепродавал. А он, это вот всегда ему хотелось и это было ему интересно. У него просто не было возможности реализовать вот эти свои желания, амбиции и способности. И сейчас вот он отрывается по полной. Я думаю, блин, нифига себе он умеет, потому что я вообще, я мыслю по-другому. Я вот типичная отличница, которая отучилась, выучила, я все сдала на 5. Но я не умею вот так вот, как он, я не могу даже это объяснить. Бизнес-смекалку проявлять, бизнес-чутье, идти на риск где-то, уметь договориться, придумать, а как еще можно заработать деньги, каким еще способом. Смотри, у меня в салфетке глаз спрятан. А он вот умеет. Короче, конечно, жалко, что раньше у него не было гражданства, потому что, если бы он, скажем, получил его 10 лет назад, там 15, он бы мог уже тогда начать развиваться. Я надеюсь, там не сопли в салфетке. Нет. В нашем доме только сопли, по-моему, можно ожидать в салфетке. Ну, Артемий, тут ничего нету. И что, господи. Мой папа шли зуб. А у него зуб выпал. Вот. Да, я не буду тебе показывать, ты весь в шоколаде, что ли? Иди умойся, и я тебя покажу. А зуб забери свой, пожалуйста. Положи его под подушку. Арина, у брата зуб выпал. Он ел этот шоколад, укусил, говорит, очень больно, твердая шоколадка засохла. Он плохо шутался здесь, а тогда он начал так на ниточке висеть. Я начал висеть петерброд, доел первый, думаю, почему что-то твердое в нем было, а это в нем зуб был мой. Выпал, зуб у брата выпал. У тебя растут, а у него вываливаются. Вот, короче, заканчиваю свой спич на тему Лешера, но вот я говорю, я пытаюсь подтянуться до его уровня в этой сфере. У каждого из нас свои есть сильные стороны, слабые стороны, но мы в этом плане гармонично друг друга дополняем. Что умеет он, не умею я, и наоборот. Да, вот дырка у Артемия в зубе. Мне кажется, этот влог будет на полчаса. Я столько наговорила. Слушай, почему у тебя на плечах следы от специй? Вот ты ел картошку, Артемия, сними эту футболку, стирку. Да это не специя, а шоколад. Тем более, давай, а то ты водаешься на кроватях, и ты не испачкаешь все. Арина, не порти книжку, дай маме книжку, это мамина книжка. Ну отдай мне сидеть с книжкой. Давай ты покажешь мою веревку, которую я вяжу, и уже связал. Хорошо, давай. Артемия сегодня плетет, ну не фенечки, он веревочки плетет. Спросил, как можно, я хочу сделать шнурок. Я говорю, спросил на ютубе, как фенечки плести. Дала ему пару клубков ниток, первые, которые у меня там попались, под руку, из которых я раньше вязала. Я даже не нашла мулине, и вот он из этих ниток плетет, экспериментирует. Арина, ты тоже учишься инвестировать? Да? А почему ты белье не разобрала? Смотри, надо же сначала белье разобрать, а потом уже акции покупать. Вот, которую я делаю веревку, а вот, которую я уже сделал. Да, вот, что-то такое. Плетет. Связал. Да, ну вот это просто из ниточек. Ручную все. Это узел, кайф. Мы бежим на площадку. Пришли погулять. Я сказала, детям погуляем полчасика, потому что холодно, очень холодный ветер сегодня. Поэтому сколько выдержит, столько погуляем. Оделось тепло, зимние штаны надела. Дай ей, пожалуйста, лопатки. Детей в зимние одела. Арина уже уделалась, пока сюда шла. Просто я не успеваю стирать комбинезон, а там стирки одевают комбинезон. Артёш, ну снимай, пожалуйста, мешок, раскрой, чтобы она взяла. Хватит издеваться. Спасибо большое. Любимое занятие. Смотреть, как она стонет, что-нибудь ей не давать. Проблема старших и младших во всей красе. Всё. Сейчас ты, похоже, тоже сегодня будешь стирать. Да всё я буду стирать? Да просто я сейчас мелками хочу порисовать. Хорошо рисуй на здоровье. Мы довольно быстро вернулись домой с прогулки, потому что там было холодно. Если вчера мы гуляли почти три часа, то сегодня мы ограничили сорока минутами. У меня этого хватило, чтобы замерзнуть. Вот. И сейчас готовлю сырники, точные сырники уже приготовились. Выключаем их. Варю ещё гречку на гарнир, потому что мяса готового много, а гарнир на весь съели. И дети ушли смотреть мультик, смотрят фиксиков. а я в тишине готовила и параллельно разбирала рабочую почту, потому что я не успела её сегодня разобрать, пока Карина спала, занималась другими делами. Так что использую все минутки без детей, потому что это бывает не так часто не попросили нарезать яблоки. Съели уже целую такую тарелку яблок, два яблока я не нарезала на двоих. Попросили ещё. Нарезаю. У нас яблоки улетают только так. Я не знаю, сколько килограммов в неделю, но очень много, потому что я и дети мы едим очень много яблок и много бананов. А ещё у нас опять глючик подсветку вот мне кажется проблема всё-таки вот здесь. Вот смотрите, видите, даже камера это передаёт, один участок светится сильнее. Так в принципе вся подсветка должна сейчас светиться. Периодически это то вспыхивает, то ярче, то тусклее и вся подсветка еле-еле светится. Видите, какой большой контраст между освещением от вытяжки и подсветки. Она должна быть вот такой. Короче, надо опять её чинить. Но мы скоро приведёт мастера, чтобы мы установили защиту на окна на кухне и в спальне, потому что замки я уже купила. И заодно опять посмотрим подсветку и опять у нас заедает ящик в тумбе в ванной. Прямо больные места. Вот эта подсветка и этот ящик. Мне кажется, мы каждые три месяца их ремонтируем. Короче, тумбль оказалась неудачной. Там очень тугой доводчик, который что-то разбалтывается, ломается. Я не знаю, они там крутят каждый раз вдвоём, или это разбирают и потом это чинят и спустя несколько месяцев опять. Но просто этот ящик каждый день по многу раз открывается-закрывается. У меня там косметика, расчёска, все средства для волос, заколки там всякие, не знаю, предметы гигиены и, ну, реально, 10 раз в день это минимум, чтобы этот ящик открывался. И вот ломается. То нижнее ломается, где это всё хранится, то верхнее, где у меня перчатки, там и так далее. Короче, тумба в этом плане оказалась неудачной. И вот с подсветкой непонятная беда. Вот теперь погасло оно, смотрите. Вот только что я показывала, что участок светлее, смотрите, а теперь он такой же по свету. Ну, вот какой-то там глюк, короче, в этой штуке. Не, не знаю. Но будем опять чинить, потому что без подсветки вообще не прикольно. Мне нравится именно с подсветкой. Вечером очень уютно. Я включаю вот эту подсветку, вот так вот выключаю свет, а так мы когда сидим тут ужинаем, у нас, естественно, не хочется, чтобы было уютно. Красота. Так, надо пойти, сделать что? Разгрузить сушенную машину, потом кушаем. Я так проголодалась уже. Карина обед не доела. Кажется, я его доела. Мало поела, хотя бы она не есть почему-то. Мы с детьми. Карина приколитка с книжкой. Так, мы идем знакомиться с правлением в нашей столбе. Не собираем ее. Отпусти. Она прям так и идет. Кажется, подойди. Нам надо на первый этаж спуститься. У нас там помещение собираем. Чингачгук, повернись ко мне, а? Арина, покажись. Нет, ты личиком повернись. Что ты прячешься? Повернись личиком, покажись. Иль, читай, открой личико. Утащила эмалент, намазалась сама. Ой, да, вот так вот надо намазываться по-твоему? Давай хоть размажем по тебе это дело. Я ее мажу каждый вечер, а она периодически иди сюда. Забирает крем и хочет сама себя намазывать. Иди сюда, я тебя намажу. Иди ко мне. Подойди. Да подойди ко мне. У тебя под носом крем. Сходили, короче, на это собрание. Так, там минут 20-то были. Просто мне объяснили, что как они собираются делать. Сейчас они, у них выборы должны быть. В следующую субботу они внесли в список номинантов, скажем так, 7 человек, это минимум. И из них должны выбрать трейд. Вот. Ну и меня, собственно, внесли в этот список. И в следующую субботу, когда будут выборы, будут выбирать. А зачем тебе камера? И надо будет голосовать. Что? Вот ты красота неземная, камеру трогать нельзя. Мама за это будет ругать. Это что такое? Это что такое? Это что за возраст такой, когда бьется кто-то и кусается? Я помню, Артемий в этом возрасте кусался постоянно. Она, слава богу, хотя бы не кусается, но лупануть может, когда что-то не по ее, как ей хочется. Арина, закрой дверь с мусоркой, пожалуйста. И сейчас начался период, когда она не хочет одеваться. Но у нас, правда, дома очень тепло. Так что, так можно ходить. Вот она прям, она... Может, ты футболку наденешь? Да. Наденешь? Нет? А платье? А-а. Вот ходит в одних трусах. Ну, хорошо ходит в трусах. Трусы оставь на месте. Горшку, кстати, с горшком, точнее, никаких пока подвижек. Предлагаем ей посидеть на горшке. Она может на нем посидеть, почитать книжки, но никаких результатов не происходит. Я даже смотрела старые блоги. Я прекрасно помню, что Артемий полностью отказался от подгузников в три года. Но когда он отказался от них днем, я вообще не помню, честно. И по видео мне не очень понятно, потому что там не видно, ну, в трусах, не в трусах, он в подгузниках. Ну, наверное, после двух лет однозначно, потому что я помню, что сначала между с нами он стал на горшок ходить, потом на дневной сон мы подгузник убрали, и в самом-самом конце, на ночной сон, это уже, наверное, месяца три-четыре точно, он только ночью в подгузнике был. Так что я просто терпеливо жду, пока мозг зазреет, потому что пока не соединяется у нее это в голове, хотя она вот ходит в этих трусах, которые, ну, они намокают, у них неприятно, у них подгузники. Подгузник только на прогулку и на сон. Вот, и дома всегда в этих трусишках, у нас их девять штук, я их ежедневно стираю, иногда меньше получается мы используем, ну, зависит от того, дома сидели весь день или ходили куда-то. Вот сегодня много дома, вот это уже последние трусы, а так иногда бывает три-четыре штуки используем, ну, короче, когда как. Вот, а еще я сегодня позвонила в ту диспансер, записалась на следующую неделю, причем я сказала, что нам надо не раньше 12-го, они, на самом деле, 9-е, что ли, записали. Ну, я думаю, это не важно, потому что по факту манту можно делать, как только вы здоровы. А, и будут делать не манту, сказали, а детским тестом. Да, я здесь. Что случилось? О, у тебя мокрые трусы, я вижу. Что делать будем? Подвысьник наденем. Щечки мазать будем? Нет, щечки мы будем, вот, смотри, тебе красоточка, щечки мы будем мазать перед сном. Это ты так вот, туда вот так заглядываешь, красоточка. Нет, не тыкай у тебя жирные руки, я потом твои пальчики со всех поверхностей отираю. А, я наконец-то, так, хватит тыкать камеру. Я наконец-то дотерла эти поверхности в спальне. Уборка в спальне окончена, но я ее так долго делала, что там уже можно по второму кругу убираться. Теперь что будем убирать дальше? Ванну. Знаешь, что в ванной надо сделать? Надо со всех сторон помыть стройную машину, вентиляцию почистить, занавеску постирать, да? Да? И дверь помыть, она вторую обляпана. Лучше на уровень детей не спускаться, потому что ты встаешься на пол и видишь, как все просто в этих прекрасных, милых, детских ручках, которые тыкают в камеру. Что это такое? Зачем ты тыкаешь? Тыкалка маленькая, тыкалка, тыкалка. Ой, сколько времени это? Ой, Арина, уже без 15.8. Можно идти купаться и мыться всем по очереди. Да? Да? Да. Вот такая вот девочка. Так, пошли трусы не уйти. Пойдем. Побежали, кто быстрее? Вечерний спорт. Давай. Арина, раз, два, три. Артемий уже такой большой. Арина, раз, два, три. Арина, раз, два, три. Раз, два, три. А ты можешь собрать? А ты можешь даже приедем? Арина, раз, два, три. Ты чего это? Это ж тяжелый. Давай попробуем. Давай попробуем, как они. Арина, раз, два, три. Не, 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 нет. Арина, раз, два, три. Арина, раз, три. Субтитры сделал DimaTorzok